Внеплановое заседание Витебского областного исполнительного комитета было посвящено мерам по противодействию коррупции в органах местного управления. Темы актуальны и требуют всестороннего рассмотрения. В работе заседания приняли участие генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк, председатель комитета госбезопасности Валерий Вакульчик и глава администрации президента Беларуси Наталья Качанова. Анализ ситуации показал, что факты коррупции в большинстве случаев носят бытовой характер. И если нет ответственности за нарушение закона, возникает чувство вседозволенности. Все правоохранители были ориентированы на выявление взяток в органах госуправления при реализации масштабных инвестиционных проектов, наградообразующих предприятиях. Сумма взяток какая? Да, люди не представляют, что такие суммы, да, вообще, как их можно хранить вообще физически, как они выглядят. Потеряли всякую, ну, всякий инстинкт самосохранения. Вообще всякий. Так мы напомним. Прежде всего, надо создать такие условия, чтобы совершение таких преступлений было невозможно. Поэтому, прежде всего, конечно, основная ответственность в этих вопросах возлагается на руководителя местных органов власти. Как бы мы сегодня ни говорили, и что бы мы ни делали, мы прекрасно понимаем, что руководитель райисполкома, горисполкома – это тот человек, который несет ответственность за все то, что происходит в его городе или районе. Такие заседания пройдут во всех областных центрах страны. Представители администрации президента, силовых структур и органов местной власти должны быть в курсе ситуации и предпринимать все возможное, чтобы изжить коррупцию в принципе. Очередного наркодилера задержали витебцы. В органы внутренних дел поступила информация о возможной причастности 36-летнего жителя Витебска к распространению наркотических средств растительного происхождения. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками подразделения по наркоконтролю совместно с инспекторами ГАИ была задержана автомашина «Лада Ларгус», которой он управлял. В ходе осмотра его автомобиля в салоне была обнаружена высушенная марихуана. Также наркотики были найдены в квартире, которую снимал мужчина в городе, а в дачном доме в городовском районе, где часто бывал задержанный, растительное наркосырье сохло прямо на печке. Всего в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более трех килограммов высушенной марихуаны. Пятилетний мальчик в Чашницком районе попал под колеса автобуса на глазах у матери. Трагедия произошла вечером в деревне Заборье. Водитель школьного автобуса вез детей из школы и детского сада. В салоне находились 11 детей и двое взрослых, которые их сопровождали. На остановке общественного транспорта несколько ребят, в том числе и пятилетний мальчик, вышли. Автобус начал движение задним ходом и наехал на ребенка. Мальчик погиб на месте. Водитель имеет 39-летний стаж вождения, прошел предрейсовый осмотр. Автобус находился в технически исправном состоянии. В этот же день он прошел плановый технический осмотр. Имели все необходимые документы на транспортное средство. Водитель трезвый. Как произошло происшествие, он пояснить не может. Только заметил, как произошел наезд на ребенка. Все обстоятельства трагедии в Чашинском районе выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело. Днем ранее в Витебске 10-летний школьник оказался под колесами общественного транспорта. Инцидент произошел на остановке на улице Комсомольской. Мальчик соскользнул с тротуара и попал под колеса автобуса. Школьник получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ГАИ проводят проверку. Продолжаем нашу программу. Специальное подразделение правоохранителей отрядной милиции особого назначения Беларуси отметили 30-летие со дня создания службы. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли и в Витебске. Возле здания ОМОНа в присутствии многочисленных гостей и ветеранов подразделения открыли памятный знак «Атакующий Беркут» – символ отряда милиции особого назначения УВД Витебского обл. исполкома. Подробности в нашем следующем видеоматериале. В этот день возле здания Витебского ОМОНа было многолюдно, как никогда. Поздравить с днем сознания милицейский спецназ приехали многочисленные гости ветерана отряда, представители иных силовых структур, духовенства. Начали мероприятие с открытия памятного знака. Композиция представляет собой высокий прямоугольный постамент с эмблемой и девизом ОМОНа, над которым распахнул крылья Беркут, изготовленный из композитного материала и являющийся символом подразделения. Автором памятного знака является витебский скульптор Сергей Сотников. По традиции, как и заведено во время таких мероприятий, не обошлось без приятных сюрпризов. Лучших сотрудников спецподразделения наградили грамотами и ценными подарками. Отметили благодарностями Министерство внутренних дел, областного управления, местной исполнительной власти и смежников. И пусть отряд милиции особого назначения в структуре правоохранительных органов подразделения довольно молодое, заслуги его сотрудников отмечены на самом высоком государственном уровне. 30 лет назад создание милицейского спецназа было обусловлено реалиями того времени, продиктовано осложнившейся криминогенной и оперативной обстановкой, когда бандитские разборки, рэкет, массовые драки стали привычным делом. Создание данного подразделения на то время было необходимо, потому что все чаще на территории Республики Беларусь появлялись бандформирования, были нападения на улицах на граждан, в том числе и вооруженные нападения. Подразделения милиции, они просто-напросто не всегда справлялись с той поставленной задачей. Были в том числе нападения на сотрудников милиции. При расследовании уголовных дел были угрозы как следователям, судим, и для того, чтобы противостоять этому злу, был создан отряд милиции особого назначения. Это специальный отряд, вооруженный отряд, который имел специальную подготовку. И именно благодаря этому подразделению, оно вообще одно из первых подразделений на территории Республики Беларусь, специальный отряд. Да, на сегодняшний день есть и другие спецназы, но тогда именно ОМОН справлялся с той поставленной задачей. И я считаю, он с ней справился достойно. Шли годы отряд милиции особого назначения. Улучшалась материально-техническая база, обучение сотрудников. И на сегодняшний день отряд милиции особого назначения, он востребован. Сегодня именно сотрудники этого подразделения оказывают силовую поддержку криминальному блоку по задержанию особо опасных преступников, вооруженных преступников. Именно на массовых мероприятиях, в том числе и международного характера, участвуют сотрудники ОМОН. Если говорить об отряде милиции особого назначения в Витебской области, то первоначально была создана рота, рота быстрого реагирования, которая выполняла задачи на территории Витебской области. Свой профессионализм по охране общественного порядка витебские ОМОНовцы доказывали не раз. Достаточно вспомнить чемпионат мира по хоккею в Минске и ежегодный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. А также сотни иных культурно-массовых мероприятий. И уже сейчас представители Витебского отряда готовятся к обеспечению общественной безопасности во время Вторых Европейских игр, которые примет наша страна в следующем году. Служба в отряде милиции особого назначения – это особая служба, говорят ветераны подразделения. Здесь, как нигде, необходимо быть уверенным в своем товарище, который подставит плечо во время боевого задания. ОМОНовец – это и профессия, и состояние души. Уверен ветеран подразделения, командир Витебского отряда на протяжении 16 лет Дмитрий Курган. Это человек, который пришел в ОМОН и остался командиром ОМОН до настоящего времени, будучи даже уже на пенсии. По той причине, что душа, она всегда вместе с сотрудниками ОМОНа. Потому что сейчас стояли в строю, допустим, еще 50% – это те, которые я принимал на работу, тех, которых воспитывал. Командиры все буквально, в прямом смысле, начиная от командира ОМОНа и заканчивая взводными, родными – это всех, которых я принимал, которых обучал, которых как бы так нацеливал на выполнение задач. Поэтому, как бы, эта гордость, это такая уверенность в том, что, наверное, не зря 16 лет был командиром ОМОНа и людей воспитал, поэтому, как бы, так не стыдно за это все. Казалось бы, службу в ОМОНе – ну уж совсем не женское дело. Однако, это далеко не так. Сегодня на улицах городов Беларуси нередко можно встретить и женщин – сотрудников милицейского спецназа. Ну, конечно, работа в ОМОНе – это очень трудный такой путь. И, естественно, для девушки, для любого человека это престижная служба. Мы стараемся, да, поддерживать этот высокий уровень и достигать поставленные задачи. Если говорить в общем, то сотрудники ОМОНа всегда на переднем рубеже борьбы с преступностью. Это и задержание вооруженных преступников, специальные акции по пресечению актов терроризма, освобождение заложников, изъятие незаконно хранящегося оружия, силовое прикрытие оперативных мероприятий иных подразделений милиции. За 10 месяцев текущего года лично сотрудниками Витебского ОМОНа раскрыто порядка 30 преступлений. Выявлено более 5,5 тысяч административных правонарушений. На их счету проведение более сотни специальных мероприятий, направленных на розыск и задержание преступников, а также на предотвращение и раскрытие преступлений. Сегодня современные реалии требуют иного подхода в подготовке сотрудников. Появляются новые подразделения, совершенствуется материально-техническая база, физическая и профессиональная подготовка. Для сотрудников ОМОНа предъявляются повышенные требования, как в их моральных качествах, как в плане физической выносливости, в плане их психофизиологических возможностей и навыков. Сотрудники проходят многоступенчатый отбор с момента первого дня, когда они приходят к нам кандидатами на службу. Им уделяется сразу же внимание, как со стороны руководства подразделения проводится их изучение многостороннее, так и со стороны наших сопутствующих служб психологов. Сотрудники сдают повышенного рода нормативы по физической подготовке. И уже в комплексе потом, изучая вот эти данные предварительного его изучения, только после этого уже принимается решение о том, чтобы сотрудник именно был принят на службу в подразделении. Здесь не любят говорить о том, что работа сотрудников милицейского спецназа – это подвиг или что-то сверхъестественное. Хотя в повседневной службе здесь находится место и первому, и второму. И жизнью приходится рисковать и совершенствовать подготовку на пределе человеческих сил. Здесь просто счастью и профессионализмом выполняют свою работу. А сейчас, уважаемые телезрители, внимание! Розыск! Отдел внутренних дел администрации Первомайского района города Витебска устанавливает местонахождение пропавшего без вести Колодина Игоря Юрьевича, 84-го года рождения, уроженца города Витебска, проживающего по адресу город Витебск, улица 1-я Пролетарская, 12-8, который 31 мая этого года выехал на заработки в Российскую Федерацию в город Москва, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид 33 года, рост около 165 см, худощавого телосложения. Особые приметы. На животе шрам около 10 см, на левом предплечье татуировка в виде круга с зубьями. Был одет курткой светло-зеленого цвета, джинсы синего цвета, туфли коричневого цвета из кожзаменителя. При себе имел рюкзак зеленого цвета с личными вещами, мобильный телефон, ключи от квартиры и паспорт. Граждан, обладающих любой информацией о местонахождении данного гражданина, убедительная просьба сообщить сведения по телефону 271944-2709-96, либо по телефону 102. Субтитры создавал DimaTorzok